Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и мы будем продолжать играть в игру в MMX Philclimp. Так, ну что ж, поехали. Так, сегодня мы будем кататься уже на других немножко точилах. Попробуем сегодня бронетранспортер, попробуем сегодня автопоезд, и давайте попробуем сегодня развалюху. Но, я не знаю, почему ей дали такое название развалюха, ведь посмотрите, какая она просто. Она просто выглядит, как самолет. Я уверен, что она просто должна летать. Она просто должна летать. Давайте обновим ее характеристики. Так, и посмотрим на то, что эта машина может делать в действительности. Так, и скорость. Это же, наверное, скорость. Так, сейчас мы обновим характеристики этого автомобиля, и посмотрим, на что он в действительности, так сказать, способен. Ну что ж, ребята, вперед. Я вам хочу сказать, что этот автомобиль призназначен для того, чтобы летать, а не ездить. Ребята, вы просто посмотрите, какая у него бешеная скорость. У него даже крылья, как у самолета, сделаны. А написано, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ничего. Бывает и такое. Так, давайте еще раз проедемся на ней и попробуем. Тоже я так перевернулся неудачно немножко. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Нужно ехать, потому что она просто взлетает. Вот видите, я на любом маленьком изгибчике... Всё, бензин взяли. Я на любом маленьком изгибчике могу просто реально перевернуться из-за того, что у меня насколько мощный и сильный автомобиль. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну ничего, давайте еще раз попробуем на нем проехаться. Так, поехали. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот эта скорость, это просто ракета, а не машина, ребят. Это просто, просто взлет. Посмотрите, как она взлетает. Посмотрите на ее летные характеристики. Она как истребитель. Всё, взорвалась. Но она как истребитель, но как для гонок она не очень годится. Так что давайте возьмем вот автопоезд. Вот этот, вот этот тягач, я думаю, нам подойдет. Давайте обнуем немножко его характеристики. Я думаю, он нам подойдет вполне. Мы посмотрим, как он может себя вести. Так, ну что ж, поехали. Ох, огонь, смотрите, из выхлопных труб. У меня грузовая машина. Огонь, это как легковая. Ещё быстрее, ребят. Ох, такая мощь. Вот это автомобиль. Вот это именно тот автомобиль, тот, что нужен. Смотрите, какой. Как у него аэродинамика, как колеса у него работают. Ох, так ты что, красота просто. Просто красиво. Красиво. Так, едем, едем. Аккуратненько, аккуратненько. Да что ж такое. Опять, опять неудача. Опять взорвались мы. Ну ничего. Сейчас, я думаю, у нас уже не будет никаких проблем. И мы должны с лёгкостью преодолевать любые препятствия, ребят. Так, ну что, поехали. Так, первый есть. Так. Второй, второй. Первый пошёл, 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 пошёл. Звум, да, это именно... Ну куда ты, ну куда, что ж такое, вот. Бывает иногда и так. Нужно же нормально ездить, шо ж ты как-то... Так, ну всё, будем аккуратненько. Неуклюжий этот автомобиль. Давайте, ребята, возьмём другой штак. Что у нас здесь идёт следующее? У нас идёт бронетранспортер. Давайте купим бронетранспортер и посмотрим, на что он способен. Ух, у меня шесть колёс, ребята. У меня шесть колёс. Представляете? Едем, едем на войну воевать. Наша армия непобедима. Так что давайте воевать будем. Как мы воевали 70 лет назад. Вот так вот, на такой скорости. Мы приедем куда угодно, куда захотите. И в любой момент мы приедем. Я не знаю, как насчёт первого. То есть, приедем ли мы первые. Но приедем это точно. Потому что я так считаю, что бронетранспортер это вообще как бы не считается автомобилем. Тем более автомобилем гоночным. Это считается как какой-то там вездеход, который там только ездит по грязи для того, чтобы выполнять какие-то миссии для армии. Для своей, для нашей советской армии. Так. Аккуратно, аккуратно, аккуратненько. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. Так, всё, есть. Так, тут готово. Осталось ещё совсем самой малыш. Но я вам хочу сказать, что на бронетранспортере довольно-таки интересно ездить. Он такой интересный. Я, у меня газ в пол, я в педалях. Не ошибся. Тихо, 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 тихо. Это мы немножко подзастряли. У нас шесть колёс. Мы же не можем застрять. Всё, мы взяли канистру бензина с вами. И тихо, 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 тихо. И приехали или не приехали ещё. Значит, сейчас приедем на финиш. Так. Всё, ребятки. Мы с вами приехали на финиш. Ура. Так, едем дальше. Давайте возьмём танк. Хотите танк? Ну, давайте возьмём танк. Ладно. Посмотрим, на что танк способен. Раз уже мы на бронетранспортере ездили, то теперь наша советская армия непобедима с красной звездой. Так что давайте вперёд. Ух, ребята, у нас гусеницы. Посмотрите, какие у нас гусеницы. Просто, это просто, это просто жесть. Танк реально рулит, ребят. Я не знал, я... Я думал, что он едет там, но не знал, что он будет так быстро просто ехать. Это очень быстро едет, да. Очень быстро танк рулит. И преодолевает любые препятствия. Сейчас посмотрим, на что наш танк способен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От тяжести порвались эти. Мост порвался от тяжести. Так, давайте. Так, на какой мы машине не ездили? На ракете это ездили в прошлых частях. Так, на чём мы не ездили? Давайте на таком вот додже поездим. На мышце, мышца. А, мы не можем купить эту машину, потому что нам нужно связаться с интернетом. Ладненько. Тогда давайте возьмём... Вот эту громадину. Вот эту мы точно ещё не брали. Вот на громадине мы сейчас и попробуем покататься. Попробуем, что она из себя представляет. Ну что ж, громадина... Ого, ребята! Вы видели, как она стартанула? Вот это просто! Там в машине ничего нет абсолютно. У него нет даже своего кузова, одни трубы. Одна рама, ребят, и трубы, и колёса, и двигатели, и всё. Вы посмотрите, посмотрите, на что этот мощный маленький гадёныш способен. Посмотрите, как он рвёт вперёд. Вот ему бы нужно было выступать на гонке на Скар в тачках. Вот бы он бы там показал всем мастер-класс. Я так думаю. Или... или нет. Давай, 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 малыш, вперёд. Так, тихонечко, тихонечко. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, взорвались. Ну, в принципе, этого и нужно было ждать. Так, давайте на лоурайдере прокатимся. Мы в прошлый раз брали его? Или не брали? Я не помню, вроде брали, да. И вот этот лоурайдер опять должен нам показать свои характеристики. Смотрите, как он скачет. О, да. О, да. Эта машина способна скакать. Так. Аккуратно, аккуратно проезжаем здесь. Едем, едем, едем. Вау. Вау. Вот это виражи у нас тут. Реально такие виражи у нас. А танк не выдержал. Мо-ё-ёй-ёй-ёй-ёй. Хухухухух. Тихо-тихо. Давай, давай, давай. Мотор задымился. Колёса дымят. Давай, газуем, 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 газуем. Тихонечко. А танк не выдержал. То есть мост не выдержал танк. Представляете? Ну, конечно, если танк весит, сколько он весит? Да, очень много. Я думаю, танк весит довольно-таки много. И не знаю, сколько, но точно много. Так. Хотел сделать сальто, ребят. Но не буду рисковать. Потому что есть возможность того, что я просто упаду на спину и взорвусь. Нет, сальто мы даже не сделаем физически пока что на этом автомобиле. Вот так вот он на двух колёсах. Мощь. Посмотрите, а двигатель у него выведен наружу, чтобы было... Ой-ё-ёй. Хотел сальто сделать, но не получилось. Всё. Хух. Разбились, ребят. Так, ребят. Ну что ж. Этот выпуск подошёл к концу. Встретимся в следующих видео. Будем играть в другие игры. Тачки-конки. Комментируйте. Пишите в комментариях, во что вы хотели, чтобы я поиграл. Обязательно буду отвечать на ваши комментарии, рассматривать все предложения. Удачки. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх.